Всем привет! Сегодня мы рассмотрим одну из самых ярких партий шестого чемпиона мира Михаила Ботвеника, сыгранную в 1968 году в Монте-Карло против венгерского гроссмейстера Лайоша Портиша. В этой партии Ботвеник играл белыми и начал игру ходом c4. Черный отвечает e5, после начальных ходов на доске получается положение английского начала. Белый фенкетирует слона на большую диагональ, откуда он будет воздействовать на центральные поля e4 и d5 и ферзевый фланг черных. Черный отвечает d5 контрударом по центру после размена на поле d5 и развивающего хода слон g2. Белый атакует коня, поэтому нужно что-то делать. Черный защищает коня и попутно развивает своего слона. Белый нападает на пешку e5, черный развивается и защищает пешку e5. Следует рокировка и позиция приобретает очертание варианта дракона в сицилианской защите в первой руке, то есть с переменой цвета. В ускоренном драконе черные часто проводят подрыв d7, d5, но в нашем случае белые могут пойти d2, d4, вскрыть игру в центре. И поскольку у них преимущество в развитии, а черный король не рокировал, то это будет на руку, соответственно, белым. Поэтому черный играет конь b6, так как и при игре в сицилианской защите, таким образом усиливает контроль над центральным полем d4. Ботвейник развивается, открывает дорогу для развития своего чернопольного слона, черный подготавливает рокировку в короткую сторону. Белый ходом a3 начинает захват пространства на ферзевом фланге, поскольку у них дальнобойный слон стреляет на ферзевый фланг, то и пешечный шторм рекомендуется проводить также на ферзевом фланге. В дальнейшем они поставят ладью на полуоткрытую линию c и будут оказывать давление на пешку c7. Последовал профилактический ход a5. Кардинальным образом портишь препятствует тачку b4. Белый развивает фигуру. Теперь у них в запасе остается подрыв центра d4, а также возможность оккупировать ослабленное поле c5. Вообще ход a5 приводит к некоторому ослаблению ферзевого фланга черных, поэтому имеет как свои плюсы, так и минусы. После этого лаиш прячет короля в безопасное место. Белый играет коня 4 с идеей оккупировать пункт c5. Черный меняется на поле a4 и хотят разменами облегчить себе оборону. После ответного слона d5, централизация фигуры, белый играет ладья c1, захватывая полуоткрытую линию. Черные здесь пошли ладья e8 для того, чтобы при случае вскрыть игру продвижением пешки до поля e4. Белый сдваивается по полуоткрытой линии. Черный убирает слона на поле f8 для того, чтобы ладья поддерживала тычок e5, e4. И после хода ладья c1, вместо того, чтобы сделать профилактический ход a6, который позволял черным получить неплохую позицию, белый здесь сохраняет небольшое преимущество за счет некоторого ослабления ферзевого фланга черных и возможности при случае пойти b4, b5, оттеснить коня и напасть на пешку c7 тяжелыми фигурами. Но в любом случае черными эту позицию можно играть достаточно успешно. А вот ход конь b8 со стороны лаяша портиша был направлен на то, чтобы продвинуть пешку до поля c6, избавляясь от забот о защите пехотинца на c7. Расчет черных был связан с тем, что если белый берут на c7, тогда ладья попадает в капкан. Черный отвечает слон c6 и в дальнейшем нападает на ферзя, а также на ладью, расположенную на поле c7. Белым придется пожертвовать качество и у них будет не вполне достаточная компенсация за это. Но ботвинник забирает неожиданно на поле c7, а на ответный ход слон c6 забирает не ладью из поля c7, а ладью, расположенной на поле c1. После взятия пешкой на c6 следует неожиданная жертва на f7 в духе Михаила Таля. Кто вообще мог ожидать такого от Михаила Ботвинника, который славился своей исключительно позиционной игрой? Здесь оказывается, что если черный забирает королем, тогда будет ход ферзь c4, и теперь, куда бы король не отступил, черный теряет ферзя. Ну, например, на ход король e7 сразу белые дают шаг и затем забирают ферзя, получая материальное преимущество, которое достаточно для победы. Если король отступает на f6, тогда слон g5, опять забираем на d8, у белых решающее материальное преимущество. И, наконец-то, на ход король g7, белые дают шаг с поля g4, после отступления короля на f7 следует конь g5, шаг, и на ход король g8, но если королем идти на e7, тогда будет мат ферзь e6. Приходится королем отступать на g8, но теперь следует ферзь c4, шаг. И после хода король h8 и конь f7, черный получает форсированный мат. Вот такой вот мат на поле g8. Так что венгерский гроссмейстер не берет на f7, а делает форточку для короля, препятствуя попаданию на g5 белых фигур. Но теперь катастрофически ослабляются белые поля в позиции черных. И после ответного ладья b7, белые убирают ладью из-под боя, и также готовят ход ферзь c4, с нападением на короля и с матовой атакой. После ответного ферзь c8, с идеей на ход ферзь c4 защититься путем ферзь e6. В партии ход ферзь e6 не последовал, поскольку на этот ход у ботвинника было конь e5, брать коня нельзя из-за связки. А в случае размена на поле c4, у белых получается за ладью фигура и целая куча лишних пешек. Это, конечно же, выигранная позиция. Тем более, что пешка на поле c6, скорее всего, так же отвалится. Поэтому на ход ферзь c4 портишь отказывается от ферзь e6 и играет король h8. Но теперь белый использует ослабление белых полей, играет конь h4, жертвует еще раз ладью. Черный уже забирает на поле b7, но теперь шах. Единственный ход король h7. Теперь слон e4. Угрожает ход конь e7 с последующим матом на поле g8. Черным необходимо защитить как-то поле g8. Они играют здесь слон d6. Но после ответного конь e5 белые дают шах. И в случае отступления короля на h8 последует ход конь f7. И на отступление короля на g8 белый выигрывает слона с темпом, нападает на короля, затем забирает ферзя и получает огромный материальный перевес. Поэтому в партии был сделан ход g6. Но после ответного слон g6 и отступления короля Михаил Ботвинник наносит еще один кинжальный удар слона h6. На этот раз жертвуя слона. И уже здесь на 26 ходу Лаэш-Портиш признал себя побежденным, поскольку на взятие на поле h6 последует ферзя h4. Затем еще один шаг. Белый забирает ферзя и получает огромный материальный перевес. Угрожает мат на поле f7. Если черный защищается ладьей, тогда будет ход ферзя h8. Ну и тут у белых, конечно же, большое материальное преимущество и совершенно выигранная позиция. В том случае, если на ход слона h6 черный отступает королем на h8, тогда конь f7, белый дает шаг. И после отступления короля опять-таки конь d6, шаг королю и нападение на ферзя. Белый выигрывает ферзя и партию. Так что на 26 ходу венгерский гроссмейстер признал себя побежденным. И Михаил Ботвенник одержал, пожалуй, одну из самых ярких побед за всю свою шахматную карьеру. Итак, в этой партии черные недооценили атакующие возможности белых фигур. Подготовили коварную ловушку. Хотели путем тактики избавиться от стратегических проблем. Но после хода ладья c7 и ответного слона c6, Михаил Ботвенник провел грандиозную комбинацию в духе молодого таля. И одержал великолепную победу. Что же, если вам данное видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на обновление канала, кликнув по изображению коня. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до скорых встреч!